Спасибо вам огромное. Меня, по-моему, Мазелов убьёт, блин. Сегодня в выпуске Крит и Амина отписались друг от друга в соцсетях. Да как так? Такая пара крепкая была, вы чё, ребята, блин? Давайте ко мне на созвон, Крит, напишите. Ладно, не надо. Давайте ко мне созвон устроим, блин. Ну, порешаем всё. Никрасова высказалась про контент Литвина и Масыникова. Роберт Гербер рассказал о смерти мать... Кто? Сболезную. Они не могут выбрать крёстных для... Кто они могут, блин? Всем привет, это канал... Да, блять, дети. Милана Некрасова на шоу как-то заикнулась, что ей не нравится форма её носа и губ, которые в ближайшем будущем хотели... А тебе уроки, ну, нравится делать этот момент интересный? Бля, 15 лет, говорит, мне не нравится. ...бы изменить пластикой. Учитывая... 15 лет, блядь, ну, что за дети пошли. Что девочки всё ещё 15 лет, это быстро разобрали паблики на нарезке. Кто-то прямо хейтил за отсутствие необходимости в этом, так как с внешностью у неё всё прекрасно. Другие пытались... Хейтил. Хейтил за то, что внешность хорошая. Зайбись. ...то же самое, но через поддержку. Бля, чё ты бёдрами трясёшь, бля? Иди уроки подел, иди поступи в колледж какой-то, бля. 15 лет стоит бёдрами трясёт, бля. Мне вот это не надо, бля. Тёплые слова вторых, видимо, подействовали на юную блогершу... Где? Куда мама смотрит, бля? Чё за хуйня, бля? ...вновление у неё поменялось. Я так подумала. В общем, я привыкла к своей внешности настолько, что я уже не хочу ничего в себе менять, потому что всё, что угодно может произойти. Я могу сходить, там, в классную врачу, и в итоге он мне сделает, там, какой-нибудь вот такой нос, мне всё это к лицу. Поэтому ничего не нужно менять, я останусь такая... В этом же ролике Милана призналась... Да иди уроки поделай, это хуйня какая-то вообще. ...то не специфический вкус на контент от блогеров. У многих активных пользователей интернета в списке просматриваемых каналов есть мистер Бист, Литвин или Дима Масленников. Такая ситуация и в окружении не красовая, но самой ей подобный контент вообще не интересен. Ты чё охуела? Три блогера, чё творчество, мне не импонирует. Первое, мистер Бист, реально. Очень многие смотрят, вот там, даже мои друзья. Но она не такая, как все, понимаете, о чём я? Это прям, блядь... Это не такуся. Он смотрит мистер Биста? Я не скажу, что он мне там... Не, ну главное, что не сказала про ДК ничего, поэтому всё заебись, правильно же? Павится ещё о чём-то. Короче, вот просто мне его ролики не интересны, реально. Ну они реально не интересны, сто процентов. Ну вот некоторые охуительные. Вот как прошлый, вчерашний вышел, просто произведение искусства, блядь. Я вам ещё раз советую, вот его последний ролик мистера Биста, блядь, разъёбище, блядь, столько эмоций пережил. А так, ну, там большинство реально жвачка детская. Не знаю, вообще не, я такое не люблю смотреть. Литвин, то же самое. Это странно, что она не любит, блядь. Ну просто, я такое не смотрю. Дима Масленник, то же самое, вот вообще. Просто такие ролики. Она тебя просто не знает. Конечно, ребят, меня все знают. Ты не мой формат, вообще. Да, конечно, не знаю. Многие из вас наверняка задумывались о переходе на дистанционное обучение, но не могли найти подход... Да иди в пизду, блядь. Иди в пизду, иди в пизду, иди в пизду, блядь. Ебать, хуярин. В США запретили тикток. Такие заголовки вчера подвели... Бля, реально же, мне же говорили это вчера, ебать. Еще сначала прошлого... Ха-ха, блядь, американцы, ха-ха, блядь. Так, в соцсети начали выдвигать претензии, что они якобы тайно сидят за своими пользователями, крадут их личные данные, что является неприемлемым. Ну типа то же самое, что они делают, но когда нам такое делать, нельзя так, блядь. Вызывали даже на беседу в конгресс директора компании, которая считает данные утверждения неверными. Прийти к какому-то компромиссу не получилось, потому что только вывели ультиматум. Либо они продают компанию американским инвесторам, и, соответственно, слежка, если и есть, то становится легальной. Легальная слежка, да заебись. Легальная слежка, да заебись. Ответ они должны дать в течение следующих девяти месяцев. И как все закончится, даже супер прошаренные эксперты предположить не могут. Тем временем... Все следит, ребята, если вы думаете, ваша информация засекречена, блядь, нихуя. Даже передвижение, все, блядь. Вот я... Блядь, и нахуй, что за уведомление, блядь. Ну, короче, нету, все следит. В любое приложение все следит, блядь. Айфоны, все следит, блядь. Ха-ха, либерайхи, блядь. Ха-ха, блядь, вот так, нахуй. Установить или обновить вылезает плашка. Они следят, да-да-да, блядь. В недоступности в вашем регионе, но так не только в России, а еще много где. Вряд ли тут постаралась Мизулина или Роскомнадзор. Ха-ха, что ты несешь? Скорее всего, это терки с самим Эппл из-за нарушения правил работы на площадке. Как только они все решат, все функции снова восстановятся. На просторах лайки появилась новая звездочка Варя Банни, набравшая за три месяца 600 тысяч подписчиков. Сколько, блядь? А уроки она будет делать, блядь? Из срок она успела записать 4 трека. Все получили массу положительных отзывов, а композиция «Щечка к щечке» стала главным хитом рекомендацией этого месяца. Как ручка к тетрадке, блядь? Пускай запишет, нахуй. В ютубе сняли больше 800 тысяч клипов. На днях я исполнил здесь Тортом! Блядь, сейчас либерахи взорвутся, блядь, грамма нацами. На телеканале «Солнце» с миллионной аудиторией. Сольно выступили Лиза Мелли, Юля Роблокс Куин и Лаура. Варя же исполнила фит с Мусимом Ашуровым, участником «Адреналин Хаос», а после на сцену вышла еще одна ее подруга... Да вообще похуй, кто-то на сцену, что там рассказываешь, блядь? Кому не... ...девочки недавно записали новый трек «Вирус» и впервые представили его публике. Блядь, ужас, нахуй, дети, блядь. Вот эта мама норм... Этой мамой сама их так одела, блядь? В Роблоксе обновление! Да, сука, я че... Ха-ха-ха, вот это охуенно, блядь! Ха-ха-ха, сука... Ой. Вот это заебись, блядь, вот это на мемы можно, да. Мощно, сука. В прошлом выпуске мы обсуждали операцию Сабины Хайровой на грудь. На момент выхода ролика не было известно, что именно ей сделали, а буквально через полчаса блогерша раскрыла все карты. Недавно врачи обнаружили доброкачественную опухоль... Ну я же сказал, да, что, типа, если вырезать, значит доброкачественную. ...на фоне использования солярия. Все это успешно вырезали, сейчас Сабина чувствует себя более-менее хорошо. Ходит на перевязки и осмотры, и продолжает восстанавливаться. Тяжелую историю потери близкого человека полгода назад впервые решился раскрыть Роберт Гербер. Его... Кто это? ...маме было 55 лет, она всегда хорошо себя чувствует... Прям молодая соболезная. ...была ничем не болела. И тут неожиданно зимой у нее случился инсульт в тяжкой форме, из-за которого тело парализовало наполовину. Врачи пытались хотя бы немного исправить ситуацию, были даже попытки перевести женщину из Перми в Москву в более сильную... Нет, давай что-нибудь другое, не-не-не, это вообще жуть, блядь. ...волна блогерских беременностей... ...давай лучше придурка всяких, не-не-не, соболезную, реально, вообще ужас, не дай бог кого-нибудь такое. ...волна блогерских беременностей не заканчивается, скоро планируют идти за вторым ребенком Ивета и Валя. Кто, блядь, кто это, блядь? Вот это кто, блядь? ...почти два года после появления на свет дочки Софы, они поняли, что готовы к еще одному малышу. Блядь, я нихуя не понял, кто это, блядь. О начале работы над ним публично объявили подписчикам и надеются, что совсем скоро вернутся с хорошими... Да откуда их находишь вообще, блядь? ...в целом же они хотели бы иметь как минимум трех детей, поэтому пожелаем, чтобы у них все получилось. Димас и они еще пока поставили на... Эти, блядь, вот, бро, вот только ты их смотришь, всем похуй вот на этих ищу, блядь. ...мысли о третьем ребенке, все-таки с рождения Тео прошло только полтора месяца. Ну, конечно, чтоб контентик, да-да-да, поснимай с детьми, блядь. ...как можно больше, блядь. ...формации по теме будущих крестных для второго сына. Кто может забыл, они как-то снимали ролик, где пранковали друзей очередной беременностью. В том числе звонили... Да, я помню, где они такие... ...пали пернавал, которая искренне обрадовалась за друзей и сильно расстроилась после выяснения обмана. Чтобы загладить вину, Дима на камеру пообещал выбрать ее в качестве крестной для второго ребенка. Но теперь уже не факт, что это будет точно она. Молодой отец пояснил, что они рассматривают несколько достойных кандидатов из часа близких людей. А конкретно про бандитку пока не... Блядь, какая хуйня, что ты нам впариваешь, бро, ну вот эта хуйня вообще, блядь. Что?! Вы чё, ребят, давайте ко мне на созвон, блядь. Бля, вы чё, ребят, блядь, давайте, давайте ко мне на созвон, блядь, значит. Сейчас набираем Криду, Амини, будем разговаривать. Возможно. исполнитель даже заблокировал девушку в инсте так как ее аккаунт пропал совместной публикации про трек таро возможно получить хоть какие-то объяснения с учившемуся подписчики пытались да мы требуем объяснений ребят орех телеги амины а после еще и в чате на стриме егора но и там и там все блокировалось никаких упоминаний на тему отношений дружбы как будто ничего не произошло егор еще тут пытается поддерживать рэпера платину которого два дня назад и его рождения задержали прямо во время концерта в томске на него составили четыре административных дела в часе которых треках а также нарушение пребывания и работы на территории рф сам он являет я думал только зато за этот самый ну поняли за то что по туристической визе выступает и всем нам латвии вчера состоялся суд который признал роберта плаудинеса виновна вы видели как он обосрался блять на платье я реально я его котирую крутой блять крутой музыкант сто процентов последний альбом не слушал мне сказали понос а так вообще крутой музыкант сто процентов были ну вы видели да как он обосрался к к нему собраны на сцену валиваются вот такой блять ну гангстер блять пацан это гэнг вообще ну вот это гэнг пацаны назначили штраф 4000 рублей постановили выдворить за пределы страны причем рэпер не сможет вернуться обратно в течение следующих пяти лет пять лет блять но это грустно сто процентов это пять лет это жестко блять надо было это самое а ты не ты бы не обосрался кэш обосрался но я гангстер и себя не корчу ребят если я себя не корчу жесткого пацана с пушкой понимаете о чем я поэтому не не зазорно обосраться надо вещь понимать что его доставили в центр временного содержания меня было ему штраф паять и все пусть выступает и сейчас решается как он покинет страну так как прямого авиасообщения между странами нет и пока я монтировал этот выпуск вышло новое большое интервью саши стоуна парень впервые рассказал загадочную историю расставания с валей карнавал оказалось что . было поста ты заебал уже блять сколько лет то прошло че нам рассказываем а перед его днем рождения бандитка просто собрала вещи и уехала без объяснения причин он даже спустя время и несколько разговоров не смог их найти но остался благодарен ей и всему счастливому что между ними было ты заебал да все похуй же вы расстались ты лет сто назад также пожелал ей найти близкого человека который поможет ей на твои пожелания еще похуй бро пересмыслить и стать взрослый украл саши сердце я бандит мне очень хочется чтобы рядом с ней оказался человек наконец-то да мне хочется чтобы но ты перестал на хуйню рассказывать всем похуже именно взрослый вот на правил чуть-чуть и вот может быть вот и мчать которую наконец-то искренне до конца послушает ну короче вы поняли да блин сука некрасивый конечно вы поняли я вам я вам перескажу она тварь бросила меня в день рождения еще на тупая блять тупая ну не признает собственно ошибки ну короче вот примерно вот это он сказал то он не стал скрывать что отношения с нади сысоевой у него все-таки есть на момент записи интервью они успели расстаться кто будет а камера что это пройденная история и к ней не вернется но пока все монтировалось они по говорили о нем нет квали карнавал он вернется это конечно пройдено история да но вот квали карнавал он пожалуй ввернется чтобы интервью вышло с ним и просмотр набрала тоже саша стон про валю карнавал правильно были вот к этой хуйцыng и вернусь а вот последнее отношение возвращаться уж не буду про те рственно история поехали дальше и Стоялся диалог с Надюшей и наконец-то ощутил, что меня поняли. Что я из себя представляю, что у меня внутри, что я хочу от жизни. Я сказал, что у меня проблемы, что мне нужна помощь. И человек такой, ну, давай делать это вместе. Почему ты все время все принимаешь на свой счет? Ты не пизди на него, он борец. Ну, так я-то могу. Не, конечно, извини, пожалуйста, Саша Стоун, что сказал тебе, если я чем-то обидел. Но если что, я могу в ответ въебать. Реально я, ну, как бы тоже не пальцем деланный. Если что, могу, ну, ну, вы поняли, короче, там, бах-бах, блядь. Ну, а так, извини. Внутри себя. Я такого, ну, типа, вот не ощущал от человека. Ютуб наверняка. Он себя не ощущает человеком. Ладно, блядь, ну, это хуйня. Вот это очень плохие новости. Это очень интересно.